Приветствую всех любителей вторички! Когда на прилавках магазинов ПК техники уже лежат GeForce 3090 серии, у типичного потребителя с большим трудом укладывается в голове, что еще кто-то покупает себе 600-е GeForce. Но еще больше паники вызывает, когда эти карты еще и оказываются офисными затычками. Казалось бы, кому они сейчас могут быть нужны в нашем 8К будущем с Ray Tracing? Но они вновь и вновь оказываются на авитовском прилавке, их опять раскупают. А вот для чего, предлагаю сейчас и выяснить. Вряд ли подобная кроха нуждается в подробном представлении. Простенькая офисная затычка на пассивном охладе, однако все не так обычно. Итак, 610 GeForce в исполнении Asus, приблизительно середины 2012 года релиза. Имеет 64-битную шину и целый гигабайт видеопамяти на чипах DDR3. Также может покрасоваться просто гигантским пассивным охладом, и отсутствием даже распиновки под актив. С такими охладительными приращениями еще забавнее осознавать то, что заточена она в первую очередь под узкие офисные десктопы. И то не под все. Ну и само собой, с такой огромной металлической бандуриной на себя она мало куда влазит. В частности, ни в один из моих десктопов она так и не влезла. Неужели ей действительно есть что отводить подобным радиатором? А может быть узкая затычная натура нужна, чтобы скрыть ее игривую сущность? Именно это мы сейчас и будем проверять. Итак, очевидно, эта карточка проектировалась в стиле поставить и забыть. Не сомневаюсь, что здоровенный радиатор тут в первую очередь для этого. Он солидно смотрится не то, что на фоне прочих затычек, он игровым башням фору даст. Реально круче было бы только если посадить вентилятор. Но пины под него, увы, не завезли. По идее их, конечно, можно напаять, ибо в текстолите осталась их распайка. Но изначально все-таки попробуем довериться оригиналу. А там посмотрим, куда это приведет, может быть и ненужным окажется. Все же сомневаюсь, что она настолько горяча. Основная загвоздка при использовании в данный момент состоит в том, что эта затычка получила мини-заглушку под узкий корпус. И теперь стандартные корпуса офисников, куда ее и следует отправить, не хотят никак ее принять. Таким образом, если вы такой же везучий, как и я, и при нулевой видяхе у вас в комплекте с ней не оказалось нормальной заглушки, если не с денежно, то уж с временными затратами придется смириться. Либо придется подпиливать заглушку какого-нибудь донора, либо надеяться, что вам повезет. К счастью, у меня второй случай. Ибо зритель из Москвы по имени Геннадий прислал просто гигантский лодбокс со всем необходимым для подобных мероприятий. В частности, сейчас полезной для меня там стала вот такая GeForce на 210 от того же Asus. К несчастью, ну или к счастью, тут уж как посмотреть, она оказалась полностью дохлой. И на какое-то восстановление при всех своих увечьях уже может не претендовать. Но вот здешняя заглушка просто идеально подходит моей 610 GeForce. И, собственно, как только появится повод от нее избавляться, операция по пересадке тут же будет осуществлена. Так бы я, конечно, у 210 еще и охлад позаимствовал, в конце концов тут вентилятор. Но у 610 его просто некуда будет подключить. Так что пока это лишь остается тактическими планами. Но, так или иначе, поиск возможностей по улучшению подобной видеокарты имеет смысл. В конце концов, 600-я серия GeForce очень хорошо зарекомендовала себя в годы своей актуальности. Много кто сидит на ней до сих пор. Что неудивительно. Ведь с 3090-ми Nvidia с 20 гигами видеопамяти на прилавках, те же 660-е GTX-ины продолжают тянуть новинки. Пусть и на совсем уж минималках. А значит все это, что доверие к 600-й серии довольно высоко. Как со стороны прошаренных игроков, так и клиентов, которые склонны вестись на цифры в названии. Но и для тех, и для тех первостепенной важностью все же является то, как эта узкая затычка сможет тянуть на игривых полях. И стоит ли ей в принципе что-нибудь доверять. Для своего же забега в игривые поля я подобрал конфигурацию на 4-х поточном Core i3 Proce 1150 сокета. И 8-ю гигами DDR3 оперативы. А звучит эта конфигурация настолько абстрактна, лишь потому что никто не станет точечно подбирать железки под данную карту. Она в любом случае будет ставиться туда, где ее не хватает. И если углубляться, даже подобная конфигурация для нее чересчур мощна. Во всяком случае, такую сборку я бы на Авито не отправлял. Но пока мы все же пытаемся узнать ее возможности, нет смысла тормозить ее заслуги медленным железом. Пускай себе резвится перед тем, как отправиться в свою пеку за 3К на продажу. Но не исключено, что она все же выступит достойнее ожидаемого. И заслужит себе право стоять уже в пеке за 5К. И вот теперь давайте смотреть, как оно будет. С подобной мощностью новинки нулевых нас уже не должны особо интересовать. Так что сразу попробуем побенчмарить чем-нибудь более современным. И если в середине нулевых эту нишу мгновенно занимал Крайзис, то перевалив за 2010-й, ее можно предложить Крайзису 2. И блин, если бы эта карта хотела завоевать доверие, ей бы стоило стартовать лучше. 1024 на 768 разрешение и минимальные настройки графики, которые во второй Крайзе обозваны высокими. Меньше тут при всем желании не выставить. Итого примерно 20 средних кадров на одной из первых локаций. То самое чувство, когда восьмитысячная серия справлялась с этой игрой лучше. Но во всяком случае, теперь прямо с ходу можно понимать, насколько эта карточка готова к играм. Кто-то сейчас возможно решит, что на подобной офисной затычке в принципе не стоит играть. Но ведь если мы затрагиваем конфигурации железа выше 2010-го года, то для офисной работы тамошнее встроенное видео спокойно сгодится. Так что даже настолько узкую затычку все же приходится социализировать. А без хоть каких-то игровых результатов, комплект с ней на вторичке за высокую цену никто не возьмет. Ну и того, теперь мы примерно понимаем ее перспективы в играх 2010-го года. Но все же движки движкам рознь. Давайте попробуем отправить ее в что-то менее графонистое, но которое все же умеет напрягать видеосистему. Итак, третий фиар. На тех же минималках с разрешением в 720. Как-то 60 стабильных кадров в меню заставили поверить в себя. На игре же это сказалось примерно следующим образом. Что-то в районе 30-ки во время эпичных замесов. Но конкретно до самой 30-ки все же дотягивается редко. В основном это 25. Учитывая то, что это 720p, в принципе результат неплохой. Но будем честны друг с другом, пеки за 3к не продаются с HD-мониторами. А значит сразу можно делать скидку на разрешение. Так что выбор реальных бизнесменов это 1024 на 768. И именно в нем я продолжу свой забег. Ну и вот теперь 30-ку мы видим гораздо чаще. Иногда есть шансы до 40 подскочить, иногда и упасть до 28. Главное пожалуй, что это уже более играбельно. А температура ни там ни тут, выше 57 градусов не поднималась. Что говорит о том, что ее гигантский радиатор в целом справляется. Но продувка корпуса все равно нужна. Далее почему бы не попробовать весьма графонистый АВП 2010-го. Чтобы уже более или менее закруглиться с этим годом. При здешнем графине предложить системе я рискнул только минимальные настройки, но все еще 720p. Все равно если уж продавать, то на разрешение 4 к 3 придется переключаться. Так что с чего бы напоследок не побенчмарить. Но видюха так просто не сдалась. И в принципе держала кадры молодцом, иногда даже переваливая за 40-кет. Но и просадки конечно тоже были. Разве что не смертельные. Во всяком случае умирать из-за них ни разу не пришлось. Короче для культовой классики 2010-го ее заюзать в целом можно. Но раз уж это 600-ая серия хотя бы в цифрах, нам придется двинуть дальше. Итак, 2011 год. И довольно тяжелый NFS The Run. Его фростбайтный движок совсем не лоялен к разного рода затычкам. Так что сразу 1024 на 768 разрешение и минимальные настройки. И в целом показатели оказались лучше ожидаемого. Более того, для продажи эта игра еще может считаться валидной. Как-то раз при продаже очередной игровой пики в кавычках, у меня поинтересовались, пойдет ли последний Need for Speed на моей пике. Я не до конца понял, что он имел ввиду, да и клиент не то чтобы разбирался в серии. Одним словом, последним NFS-ом он считал Хатпарсю 2010-го. Представьте только в каком афиге он находился, когда узнал, что на системе работает NFS 2011-го. Собственно и продажа тогда была успешной. Так что с подобными гоночными новинками на 30 кадрах и у компа с этой видяхой теперь появился шанс дорого продаться. Ну и раз что-то гоночное в комплекте у нас уже есть, почему бы не запилить еще что-нибудь киберпанковое? Например, Синдикат 2012-го. А заодно и начать оценивать перспективы этого года для видяхи. В целом Синдикат достаточно лояльно относится как к затычкам, так и к довольно старым картам. Так что даже на 720 EP уже можно рассчитывать на 30-ку. Когда-нибудь. В среднем это конечно кадров этак на 10 меньше. Но как только в ход вновь идет магия квадратных мониторов, мы рискуем выбивать уже 40-кет. В общем уже вполне достойный результат для пеки за трешку. Да и раз уж игра хотя бы визуально выглядит дорого-богато, клиента уж точно будет чем впечатлить. Но нам ли с вами не знать, что в первую очередь впечатляет авитовских клиентов. Так что прямиком в третий Far Cry, который с пеками за 3К улетает просто отлично. Уже наученный тестами игр 2010 года, я сразу выбрал 800 на 600 разрешение и минимальную графу. И как видите не прогадал. Реально стоило подкрутить чуть больше того или другого, и стабильных фпсов уже не видать. Сейчас же это чуть ли не постоянная тридцатка. И не реже значения улетают еще выше. Так что эти островные приключения с данной видяха еще как доступны. А вот следующие островные уже под вопросом. Конечно же речь о Tomb Raider 2013. На тех же минималках и 1024 на 768 разрешении. К счастью в эту игру встроен адаптивный рендер. Так что несмотря на квадратное разрешение, ларку на полэкрана не разнесло. Игра все еще уверена, что работает широким форматом. И справляется она с ним прям мое почтение. В основном наблюдаем мы кадров 40. Хотя и до 50 иногда умудряется взлетать. Похоже это та самая игра, которую можно смело ставить вкупе с этой карточкой. И даже поэкспериментировать с настройками и разрешением. Скорее всего она способна вытянет средние низкие на HD. Но этим конечно следует заниматься уже перед самой продажей. А пока просто будем иметь ввиду этот позитивный результат. А вот стоит ли замахиваться на куда более тяжелые и современные проекты, покажет четвертый Fallout. Конечно его 2015 год сейчас кажется был так давно. Однако за все прошедшее время, Фоллэч так и не научился дружить с затычками. Это в 800 на 600 разрешении и минималки с порезанными тенями. И даже в этом случае рассчитывать хотя бы на 30-ку кажется роскошью. Но реально одна штука здесь действительно радует. Игра хотя бы не фризит. Ставить или нет в комплект ее с этой картой решать вам. А я передислоцируюсь в Prey 2016. Этакий систем шок, который мы не заслужили. Особенно учитывая продажи игры. Но тем не менее пройти ее хотя бы пару раз я рекомендую абсолютно каждому. А вот сможете ли вы это сделать при подобной карте, вопрос спорный. Как можете наблюдать, кадры тут не самые высокие. Однако даже это не мешает здесь немножко довиртуозить. В частности пробегать ее всякими багами, которые сами разработчики щедро расставили по уровням. Ибо если кто-то готов спидранить их проект, то почему бы и нет. Таким образом достаточно замотивировавшись, у вас будет шанс пробежать эту игрушку полностью, даже не замечая, что она все это время глючила. Но предлагать ее с такими кадрами кому-то я бы на вашем месте не стал. Собственно только что перед нами предстал 2016, и уже спотыкался достаточно сильно. По каким-то ААА новинкам дальше идти смысла немного. Те или иные с переменным успехом работать конечно будут. Но рискует большинство из них работать преимущественно вот так. Пятый Far Cry, минимальные настройки, ну и собственно кадры говорят сами за себя. А значит уже можно подвести некоторый итог. Причисление к популярной 600-й игровой серии GeForce у этой карты только в цифрах. На тот случай если у вас стоит похожая, напишите во что выше 2015 года вы умудряетесь играть. Для тех же кто раздумывает приобретать ее себе, либо для своих продажных сборок, вы в целом все уже увидели. Ей действительно есть что предложить клиенту, да и вам если вы предпочитаете классику. Но во всем остальном она чувствует себя гораздо хуже даже 200-й игровой серии GeForce. 11-й DirectX ей реально мало что дает. Тем не менее, даже новой в магазинах она всегда была довольно дешевой. Та же тенденция сохранилась и перенесясь на вторичку. Лично в моем селе подобные карточки стоят где-то в районе косаря. А оправдывают ли они его? Да не особо. Я бы во всяком случае не покупал. Но она у меня есть, так что и по назначению я ее утилизировать смогу. Ну а вы ребят, выбирайте лучшее. И надеюсь было интересно. До скорого.